Десять лет назад сахарный диабет приравняли к тяжелым хроническим заболеваниям, таким как СПИД и туберкулез. Каждый год этот неизлечимый недуг уносит жизни миллионов людей. Увы, сахарная пандемия не обошла стороной нашу страну. Около 10% украинцев инсулинозависимые. По официальным данным, наша область – лидер по количеству диабетиков. На одного диагностированного, два, три недиагностированного. Имеет очень большие осложнения – это и слепота, это офтальмология, это почки, нефрология, это сердечно-сосудистые заболевания. Ощутимой помощью таким пациентам были государственные программы по бесплатному обеспечению дорогостоящими лекарствами. Три года назад бюджетную программу «Сахарный диабет» закрыли решением правительства. К тому же был наложен мораторий на создание новых программ. Диабетики не на шутку обеспокоены тем, что их могут оставить без поддержки. Все закупки будут проводиться в рамках захода, то есть мероприятий. То есть по нашему пониманию и по нашему разумению мероприятия можно проводить в рамках программы, когда есть программа. Это очень напрягает пациентов, потому что пациенты боятся, что они могут остаться без препаратов. В Кабмине обсудили вопрос о том, что больные должны приобретать инсулин за собственные средства. Эту инициативу в нашей области не поддержали. Сегодня в регионе действует местная программа. Подразумевается наличие амбулаторных кабинетов, стационаров, интерната для детей, страдающих от диабета. Кроме того, пациенты обеспечены инсулином и таблетками. В настоящий момент обеспечение препаратами инсулинов у нас производится бесплатно на вторичном уровне по месту проживания пациентов. Приоритетные категории – это дети и подростки до 18 лет, пациенты, которые получают инсулину гемодиализом, а также, собственно говоря, все остальные пациенты. По словам специалистов, правительство предлагает программу по возмещению стоимости препаратов из госбюджета, но это невозможно из-за отсутствия единого государственного реестра. Когда мы говорим о том, что людям что-то будет возмещаться, надо понимать, за счет какого источника финансирования люди смогут сначала это приобрести. А мы говорим о категориях больных людей. Либо на грани инвалидности, либо уже с инвалидностью. На днях в Киеве состоялось заседание Украинской Международной Федерации Диабета. Медики и пациенты составили обращение и адресовали его представителям власти. Люди просят рассмотреть вопросы о возобновлении национальной программы «Сахарный диабет».